15 лет спустя теракт по сценарию, аналогичному тому, что случился в США 11 сентября, мог произойти снова, только теперь в Центральной Азии. Казахстанские спецслужбы сообщили о том, что 18 августа обезвредили террористов, готовивших захват самолета, нападения на воинские части и взрывы в людных местах Алматинской области. 18 августа задержаны граждане Кыргызстана и два ранее судимых за общеголовные преступления наших соотечественников. На одной из ходок они избрали главарем ячейки гражданина Кыргызстана, расстрелили роли между остальными участниками группы. При этом один из наших граждан изъявил желание совершить самоподобие. Для достижения большого резонанса ими рассматривались варианты проведения терактов в местах массового скопления людей. Кроме того, проводили разведку аэропорта в городе Толдул-Уркан, изучали возможность угона гражданского и военного самолета для совершения резонансного террористического акта по аналогии с нападениями 11 сентября 2001 года в США. Международный терроризм – это полный интернационал, считают эксперты. Опять же, только из нашей страны по официальным данным более 500 человек. В их рядах сегодня выходцы отовсюду, в том числе и руководители. Новым военным командиром исламского государства Ирака и Леванта стал бывший полковник спецназа Таджикистана Гулмурот Халимов. Далеко не из числа необразованных рекрутов. Его предшественником был гражданин Грузии Тархан Батирашвили, известный как Абу Умар Аш Шишани. Может быть, вам покажутся это факты единичными, но само исламское государство состоит из сотрудников силовых структур, правоохранительных органов и так далее. Вот из партии БААС, Ирака, там, всех этих остальных других. Новый, так называемый в ИГИЛ-министр войны, отлично знает азиатский регион. Как отмечает Токон Мамытов, экс-вице-премьер по обороне, им изначально было заявлено о двух доктринах. Взять под контроль Ближний Восток, а после Центральную Азию. В первой сегодня они встретили жесткое сопротивление крупных держав, поэтому многие, покидая Сирию, Ирак, направились в Азию. С учетом того, что в Сирии не удалось реализовать эту доктрину, необходимо акцент перенести на Центральную Азию, в частности в Ферганскую долину. Этим и объясняется это начало, этапа реализации доктрины Большой Центральной Азии. Дело в том, что они до сих пор совершили нападения и террористические акты в Туркменистане, в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане. И вот сейчас, 30 августа нападение на посольство Бишкеки, они долго не могли подобраться к Кыргызстану, им наконец-то удалось. Ранее террористические акты у нас в основном представляли собой нападения вооруженных радикалов. Таких, к примеру, ликвидировали минувшим летом в Бишкеке, прятавшихся в частном доме в районе улицы Панфилова. Такими же были беглецы из СИЗО-50. Сегодня и Кыргызстан узнал, что такое смертники. При нападении на китайское посольство террорист на автомобиле протаранил ворота диппредставительства. Мощность взрыва около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Пока ответственность за теракт не взял никто, как отмечает Токон Мамытов, скорее всего потому, что не все причастные успели добраться до безопасного места. А тем временем, по некоторым данным, стал известен номер телефона смертника. По последним звонкам спецслужбы пытаются отследить заказчика. Елена Яковлева, Манас Бакешев, НТС.